Сегодня у нас третья встреча, посвященная обзору тех продуктов питания, которые мы купили в магазине Светофор. Светофор это магазин очень дешевых продуктов питания. Все вот это вот, практически все вот это вот, я уточню попозже. Стоит копейки, за исключением вот этих вот двух товаров. Мы на самом деле в Светофоре купили три банка сгущенки, а вот эти вот две сгущенки мы купили в пятерочке. Стоит одна из этих сгущенок очень дешево, приблизительно столько же, сколько то, что было куплено в Светофоре. Вторая сгущенка очень дорогая, относительно вот этого вот всего. Короче говоря, сегодня сладкий выпуск, все эти пять позиций попробуем и расскажем вам о том, что же они собой представляют на вкус. С чего начнем, Андрей Анатольевич? Так, со светофорских, наверное, да? Да, конечно. Так, которые пожирнее, а не все одинаковые. Пожирнее, вот здесь 8,5. Здесь как бы варенка. Здесь вареная, да, то есть одна из сгущенок вареная. Тогда варенку, наверное, попозже. Ну давай. Вот таким вот образом выглядит банка. Молоко, сгущенное с сахаром, ГОСТ, цельное. Жир 8,5, белка 6,8, углеводов 56 грамм. Что еще интересного нам указывают на упаковке? Кто это сделал? Да, здесь, кстати, есть знак качества. ООО «Назаровское молоко», Россия, Красноярский край, город Назарово, улица Суборова, 9, строение 21, ПОМ-1. Вот это вот ПОМ-1 меня пугает. Мы уже пробовали одну консерву, на которой было написано ПОМ. И, в общем, мы так в шутку определили, что это помойка. И, в общем-то, по вкусу так примерно и получилось. Ладно, будем надеяться, что здесь не так. Ну, все, я думаю, 380 грамм массы. Все в порядке. Андрей Анатольевич, можете открывать? Давайте приступим. Я пока посмотрю, сколько эта сгущенка стоила. Вот, сделанное по ГОСТу молоко стоило 44 рубля 90 копеек. В принципе, не дешево. Другое дело, что то молоко, которое мы с Андреем Анатольевичем любим, оно стоит где-то рублей 90. Вот так вот средняя цена. Что-то она очень жидкая, я бы сказал. Жидкая? Смотри, аж копает как. Слушай, а ты еще железо насыпал? Это консервы резово сейтого. Ну, я понимаю, это у нас железом, значит, будет сегодня сгущенка. Вот так она выглядит. Ну, действительно жиденькая. То есть, вот так вот болтаешь, она прям вся. А с другой стороны, целый день это лежало в машине. Разогрел. На улице, да, тепло, поэтому давайте сейчас дам ложечку. В этот раз я ложечку с собой взял, подготовился. Пожалуйста. Спасибо. Так, ну ладно, давай пробуй тогда. Сгущенка-то пахнет. Что-то вообще никакого... Я вот чувствую цветами здесь вот так. Здесь почему-то постоянно запах консервов не ощущается. Ну, очень сильно постарался. Вроде что-то так слегка почуял. Да, вот так закидывай. Ну, смотрим, вообще жидко. Да, да, да. Кроме, как водичка. Ну, совсем, конечно. Так, что скажешь? Не, пока подумай. Ну, пахнет сгущенкой, кстати говоря. Вполне себе нормально. Единственное, что может быть действительно жидкая. То есть, вот сейчас покажу. Ну, вкус такой интересный. Очень похоже на сгущенку. Ну, нормальную. Хотя сгущенка не особо жидкая. Так. Ну, какое-то такое слегка масляное что-то есть. Но... И она не сильно притерная, по-моему, да? Не сильно сладкая. Меня вот это вот всегда удивляло. Как люди умудряются брать молоко и сахар и делать абсолютно разную сгущенку. То есть, вот есть... Криламанская же, да, она? Сгущенка башкирская. Вот она самая классная, на самом деле. У нее классный вкус. И она такая тягучая. То есть, не такая жидкая, как эта. Ну, и вторая лично для меня сгущенка по вкусу. Это... Рогачевская, белорусская. Вот такую я бы... Нет, ну... Я бы... Но она, кстати, она еще закончится быстрее, если ты ее покупаешь, потому что она жидкая, на чай наливаешь, и она не такая сладкая. Ну да. И получается, чтобы столько же... Сколько нормальной сгущенки хватило бы более... Это надо бы две банки такую покупать, да? И получается, тогда по цене стоит... Да, 90 стоит плюс-минус, а это две банки по 80 уже... Ой, по 40 уже 80. Ну, я бы не сказал, что прямо две. Да и, короче говоря, вкус достаточно приличный. Я бы такую, наверное, если бы купил, открыл, попробовал, я бы ее доел. В торты какие-нибудь, я не знаю, куда добавляют обычно? Может быть, в торты. Ну, для торты, по-моему, жидковата она. Вот, но вторую я такую точно не куплю. Я лучше доплачу еще 40 рублей, куплю, не знаю, рогачевскую. Там даже меньше доплатить надо будет. Ну, самая густая это рогачевая, которая белорусская. Она какая-то тесловатая. Тесловато? Да. Тебе не кажется? Может, после? Пока у нее нет такого. То есть стоит эта штука, примерно, 45 рублей. Ну, какой-то, я говорю, какой-то дополнительный вкус. Кто говорит, сгущенки, которые я привык, такого вкуса там нет. Да. Типа ореховый, что ли, какой-то. Ну, не ореховый, это, опять же, чего-то растительного. Масло какое-то. Это, да, вкус какого-то заменителя. Вкус заменителя молочного жира. Вот обычно указывают это дело, здесь не указывают. Не знаю, не знаю. Может быть, действительно, по-честному все ребята делают. Но мне этот вкус не очень. Но, с другой стороны, то, что здесь написано POM в адресе, да, не настолько страшно оказалось. В принципе, ну, как бюджетный вариант, наверное, пойдет. Но в поход можно взять. Ну, да. Если ничего другого нет, вот по пути отправились вы в поход, зашли в магазин и видят, что такая сгущенка стоит. Можно брать, в принципе. Ну, что-то такое мне все-таки кажется, на орешке какой-то. Да. Ну, ладно. Так. Следующую будем открывать вот такую вот. Сгущенку. Что у нас здесь написано? Здесь, я, насколько помню, написано все честно, да. То есть, здесь сразу большими буквами написано на центральной этикетке, что это у нас молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Сгущенка он называется. То есть, не сгущенное молоко, а именно сгущенка. Сгущенное молоко, произведенный по технологии молока цельного сгущенного с сахаром с массовой долей жира 8,5%, в том числе растительного жира 4,2%. Так, посмотрим состав. Молоко цельное, сахар, молоко обезжиренное, сухая молочная сыворотка, заменитель молочного жира, масла растительные, рафинированные, дезодорированные, в том числе гидрогенезированные. Мелко написано. Переэтерифицированные. Пальмовое подсолнечное. Молочный сахар. Ну, что-то какой-то очень сложный состав. И вот эти вот страшные слова, переэтерифицированные. Я бы вот, сейчас мы все это дело взяли для пробы, я бы себе домой не купил, прочитав вот этот вот состав. Кто делает изготовитель ООО «Промконсервы», юридический адрес Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Парковая, дом 2. И даже есть сайт. У этого производства называется rconproduct.ru. Ну, информации более чем достаточно. И годная эта сгущенка до 24-го, 11-го, 20-го года. Все, можно открывать. А я сейчас посмотрю, сколько это дело стоит. Так, я забыл, чек у меня на телефоне. Тут очень странно. Вот этот молокосодержащий продукт. Температура от 0 до 10 хранения. По-моему, с тех сгущенка там было не так, да? А я не помню. А мы посмотрим. А счет пастеризованного молока, может, из-за этого какой-то вкус? Не знаю, не знаю. По идее, не должно быть. Итак, вот эта вот сгущеночка, которая сейчас открывается, она стоит 32 рубля, 20 копеек. Похоже, я пораньше попробую. Ну, ты только не говори никому о том, что ты почувствовал там. И лицо не морщит. То есть, это еще дешевле, чем предыдущее. Но, опять же, говорю, ребята честно написали, что это молокосодержащий продукт, а не сгущенное молоко. Здесь еще ГОСТ какой-то. Выглядит причудливо. Да, открывай. Ну, и вкус тоже. Вкус тоже, да? Ну, давай посмотрим. Короче говоря, выглядит вот таким вот образом. Мерзкая такая, трясущаяся штука. Не помню, что напоминает. Блин, она пахнет просто чем-то сладким. Ну, не, в принципе, запах молока тоже есть. Это вот, а знаешь, что напоминает? Есть такие леденцы молочные, да? Вот такую историю. То есть, что-то сладкое, отдаленно, со вкусом молока. Почему такую форму, интересно? Она как бы неровненькая. Ну, я на самом деле видел такую сгущенку. Ну, какой-то желирующий элемент добавили, чтобы не жидкая была. Скорее всего, это вообще было жиже, чем вот предыдущее. То есть, можно сравнить их две. Пожалуйста, одна такая, другая. Вот такая. Видно? Блин. У нее еще, кстати, какая-то странная тема. Смотри. Может, ее перемешать надо вот так, чтобы она была более какой-то... Может быть, и надо. Но мы этого делать пока не будем, потому что... Ну, так не должно быть, мне кажется. Короче. На мой взгляд, это, конечно, не сгущенное молоко. Но в целом, вот по мне, здесь вкус лучше, чем у предыдущего. Ну, он такой похожий, да? Да. Здесь, правда, потом такая сладость идет, как будто сахар. Сироп с сахаром. Сахара очень много, но предыдущее молоко, оно такое... Во вкусе есть что-то странное, но вот это на вкус приятнее. То есть, мне нравится больше, чем предыдущее. Разница в цене 10 рублей. Не знаю. Растительные масла. Короче, я бы вот это вот лучше взял. Если бы, вот, две рядом стояли, на полке. Что там? Кстати, вес тоже 380 грамм, как и у предыдущей. За 32 рубля, я думаю, нормально. Пойдет. Особенно, когда чай невкусный такой. Слушай, надо было, на самом деле, нам ведь чай, наверное, взять и попробовать в чай добавлять. Потому что неизвестно, как это все будет растворяться. Крепкий такой чай. Я тебе говорю, будет ли оно растворяться? Большой вопрос. Не будете сворачиваться. Вот эта штука кислая. Кстати, заодно бы и проверили. Если она действительно кислая, вот эта вот история, то свернулась бы в чай в горячем, да? Так, следующее. Предлагаю попробовать вот эту вот сгущенку. Сгущенка с сахаром. То есть, ну, тоже понятно, что это не сгущенное молоко. Здесь по-честному написано. Вот так вот упаковочка выглядит. Напоминаю, это уже куплено в пятерочке. Такая 1% диетическая. Да. Красная цена, сгущенка с сахаром 1%. Продукт молочный, без заменителей молочного жира. Ё-моё. А что они, интересно, сюда добавили, раз заменители молочного жира нет. Так, состав. Сыворотка молочная, концентрированная. Сахар, цельное молоко. Сахар молочный, пищевой. Ну, в принципе, ничего и не добавили. Изготовитель. ЗАО Алексеевский молочноконсервный комбинат. Россия, Белгородская область. Город Алексеевка. Улица Темирязева. 10. Срок годности 12 месяцев. Здесь масса поменьше. 270 грамм всего лишь навсего. И стоит эта штука 29 рублей 99 копеек. Но получается, что не особо-то дешево. То есть, стоит примерно столько же, сколько вот эта вот сгущенка, которая тоже ненастоящая, да? Но здесь металлическая банка и объем больше, поэтому, не знаю. Ну, будем считать, что примерно цена одна. Вот. Что еще есть интересного есть? Срок годности до 21 года. Изготовлено 17-го, 5-го, 20-го. Все. Наверное, будем пробовать и открывать, да? Чего кота за хвост тянуть? Да. Ну, давай, пробуй. Погуще, не погуще, интересно. Она погуще. Похоже на нормальную сгущенку. Оп-оп-оп-оп. Так. Очень похоже на нормальную. Я после времени начал удивляться вот этой красной цене. Разные продукты по вкусу. Отличные, да? Да. Но, смотри, по-моему, в окусе присутствует такой же странный элемент, его меньше, как и в первой сгущенке. Я даже не почувствовал. Не почувствовал? Нет. Слушай, может быть, здесь действительно ничего растительного нет? Зря я говорю. Потому что мне показалось, что эта странность, это привкус растительный какой-то, да? Но здесь он тоже присутствует. Здесь тоже в составе написано, что ничего растительного нет. Так. Блин, здесь его гораздо больше вот этой вот фигни. Не будем затягивать. Давай открывать следующую. А, погоди, рано, рано, рано. Вот это вот уже дорогая сгущенка. Сейчас сразу посмотрю, сколько она стоит, чтобы понятно было, да? Пока мы то, что самое дорогое открыли, стоило 45 рублей примерно. 44,99. Вот эта вот штука стоит... 82 рубля 90 копеек. На мой взгляд, такой относительно неплохой производитель. Коровка из кореновки. Я другие продукты этого производителя покупал. Мороженое покупал, там что-то еще. Мороженое покупал или нет? Творожки какие-то покупал. В принципе, достаточно неплохо было. То есть, я бы не сказал, что прям все такое натуральное, но достаточно приличный вкус. Добротные продукты. Так, здесь у нас молоко цельное, сгущенное с сахаром. Гост. Интересно, тот же самый, который здесь написан? А там же просто... Гост, Гост, Гост. 31,688, да? Тот же самый Гост, что и на самой первой сгущенке. А цена, смотрите, какая разная, да? Учитывая, что здесь еще железной банки нет, а есть дешевая упаковка. И вес здесь наверняка меньше. Так, что у нас здесь? Да, 270 грамм. Так же, как и вот. Вот в этой вот. Цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар и все. Изготовитель ЗАО Кореновский молочно-консервный комбинат Российской Федерации. Город Кореновск, Краснодарский край, улица Тимашевская, 16. Признанно в Европе. Да. Давай, открывай. Раз ты у нас все открываешь, здесь консервный нож не нужен, но все равно. И первые пробы. Иногда водички запивай, обновляй, так сказать. Ну, она вот прям вообще тянется. Зато вон ту банку сложнее спачкать, потому что закрученку все время в ложки берешь, она там капает, банка, говорят, пачкается. Да. А это жиденькая, которая вот эта была. Ой-ой-ой. Ничего не... Все на месте. Показалось? Ммм. Чего? Ну, она, конечно, прям выделяется на фоне. Если относительно вот этих смотреть. Угу-гу-гу. Ну, слушай. А мы еще не показали крупно. Как все это дело выливается. Так, вот так вот возьмем. Наливаем. Ну, короче говоря, буду сразу еще и говорить, что я думаю по этому поводу. Это действительно самая вкусная из всех представленных сгущенок. Ну, она в два раза дороже стоит. Ну, если не больше. А то и в три. То есть, 270 грамм стоит в два раза дороже, чем 380, да? Да. В общем, действительно, такая хорошая, достаточно вкусная штука. Но до баштирской сгущенки не дотягивает. Потому что у той прям такой насыщенный молочный вкус. Здесь такого вкуса нет. Ну, очень-очень неплохо. Такую можно брать. Но все равно я бы взял баштирскую. Блин, вот не взял бы такую. Или рогачевскую взял. Рогачевская пожиже, но она вкуснее. По мой взгляд. А я вот обратил внимание, что когда рогачевская подольше постоит, она такая прям густая становится. Вот если в холодильник поставить, она, да, сразу становится густая. Так, ну что, у нас последняя осталась, да? Это уже вареная. Мы со всеми остальными ее сравнивать не будем. Просто места растаем, да? Вот. Чисто по удовольствию от поедания. А не в плане сравнения. Что у нас здесь? Варенка. Продукт молочно-сывороточный. Заменителем молочного жира. Сгущенный с сахаром. И написано, содержит растительные масла. Вот так выглядит упаковка. Вес, вес, вес. 380 грамм. Ну, все по стандарту. Характеристики продукта написано. Слушай, впервые вижу. Вкус чистый. Сладкий. Со вкусом вареного сгущенного молока. Чистый и сладкий. Вот меня не это смущает. Вкус со вкусом. Да, тоже интересно. Следует поработать товарищам, которые эту этикетку составляли над текстом. Консистенция. Однородная по всей консистенции. Хотелось бы мне прочитать, потому что первое предложение было составлено подобным образом. Ну, на самом деле, консистенция однородная по всей массе. Цвет коричневый, однородный по всей массе. Рекомендации по применению. Продукт предназначен для непосредственного употребления в пищу. Отличная рекомендация, я считаю. Так, производитель АО «Консервный завод» Пореченский. Россия. Хотя здесь так напечатано, что, может быть, он Гореченский? Я думаю, Пореченский все-таки. Так, Россия, Ярославская область, Ростовский район, поселок Поречья, рыбная. Меня вот на этих дешевых консервах, меня такие вещи пугают. Рыбная. Боюсь, что откроем сейчас, а здесь какую-нибудь ясь. Как птичье молоко. Да, да. Состав. Сахар. Сыворотка молочная. Молоко цельное. Заменитель молочного жира. Стабилизатор. Ё-моё. Стабилон 20. Ароматизатор, идентичный натуральному тофи. Краситель сахарный. Простой. Лактоза. Стабилон 20. Думаешь, стоит это пробовать? Ну, конечно. Ну, давай. Я с тобой согласен. Открывай, а я посмотрю, сколько это стоит. Где у меня телефон? Сколько здесь у меня? Какие-то медальки еще нарисованы, да? Что на медальках написано? Продукт года, как обычно. Какого года? Не знаю. 33 рубля 80 копеек. Ну, в принципе, недорого. Жидкая, ё-моё. Ну, такого не бывает. Вот вареная сгущенка, она прям такая. Туда ложку ставишь, и она как поставила, так и стоит. Какого бы веса эта ложка не была, но здесь что-то непонятное. Жиденькая, жиденькая. Там на поверхности какие-то такие штучки. Как будто, знаешь, как суп приготовишь, потом он остынет. Жиринки плавают. Да, и сверху такие застывшие жиринки плавают. Не пахнет вообще ничем. Финалл. Нет, ну какой-то масляный мёд есть. Как раз мне ветер падает. Тебе повезло. Ой, слушай, на что наклонять? И вот сюда вот не обратился. Короче говоря, но хрена знает. Это как, когда тушенку открываешь, там бывает такой... Да, да, да. Жирок такой. Вообще вот здесь вот так вот наклоняешь, и какая-то вот здесь вот хрень такая. Не знаю. Ладно, пробовать-то будем. Зато, кстати, удобно вот эту сгущенку просто продыряю и сразу наливаешь. Да, да. Ну вот этого, короче, я доедать точно не стану. Какой бы вкус ни был, я доедать не буду. Ну она жидкая абсолютно, блин, да ё-моё. Варёная она же обычно такая. Конечно. Сгущенка густая, ну как бы сгущеная. А варёная она ещё гуще, чем сгущенка. Она прям вообще, вот её можно ложкой достаёшь и... Короче, вот ты ямку... Да, ямку такую сделал, и эта ямка, она остаётся надолго. Здесь какая ямка, блин? Здесь вода. Да. Короче, я даже не хочу вот эту ложку доедать. Ладно, я её уберу пока. Потом мы всё дело соберём. Я вот это вот есть не могу. Там сплошной растительный жир какой-то. И всё, жидкий причём, самый дешёвый и отвратительный. Пузырями, ой, как сладко. Не, вот это очень плохо. То есть вот это ни в коем случае не покупать. Твождика у нас тут собирается. Так, кстати, я по-моему капну. На крыше. Да. Будем подводить итог или не будем? Давай, будем. Подведём итог, а потом у нас ещё будет бонус-трек. Как обычно. Так. Давай, в этот раз ты расставляй места. Потому что в прошлый раз я что-то места расставил. От вкусного к невкусному? Ну давай, от невкусного. Самое последнее место, пятое. У кого? А у нас вот это же не участвует? Участвует. Но мы сейчас не просто сгущёнку сравниваем, а всё в целом. То есть вот ты удовольствие от чего больше получил? Точнее, от чего меньше вначале? Ну, варёное, конечно, она даже не то чтобы невкусно, она очень странная. И как-то не очень приятная. Потому что ты ожидаешь какого-то определённого, а там совсем другое, и ты уже не уверен, что это сгущённое вообще, из чего его сделали. Ну, какая-то сладкая хрень просто. Хрень. Ну, вот это будет точно самое первое место к невкусности, от того, что невкусно. Потом, по-странному, странный такой составчик тоже. Я думаю, вот это будет сгущёнка. Эта сгущёнка у нас чья. Так, значит, давай расставляем. Сначала расставляем, потом... Вот это у тебя самое невкусное. Самое невкусное. Потом вот это. Думаю, да, наверное, это. Потом у меня идёт вот это сгущёнка. Которая типа настоящая. Вот. Здесь, я думаю, всё очевидно. Здесь вот так вот. Да, да. Вот так вот. А вот таким вот образом, да? Ну, я про неё ничего плохо сказать не могу. Которая очень жидкая. Она просто жидкая. И вкус у неё немножко такой. Но он не противный. Он как бы нормальный, я думаю. С чаем вообще зайдёт легко. Особенно там. А ещё сгущёнка-то, что интересно. Её же можно на хлеб мазать. А вот как-то вот такое намажено сразу. Пропитывать. Или кусок хлеба туда кинул, да. Потом раз, ложкой вытащил грибкой. Тут даже варёнку-то не намажешь. Не то что уж. Да. А здесь меня смущает, что какая-то странная форма в этой сгущёнке. Она не держит. Вот это смущает, конечно. Но я бы вот так вот в своём топе расставил позиции. То есть это отвратительно. Это вообще не обсуждается. Вот это вот, несмотря на то, что написано, что натуральный продукт, но имеет достаточно странный такой привкус. Я такое дело не люблю. Странный привкус. Это прям не моё. Здесь консистенция удивительная, назовём это так. Но вкус, на мой взгляд, лучше. То есть вот именно если говорить о вкусе, то да, вот странная консистенция меня не пугает. Странный привкус пугает. Ну и дальше я согласен, да. Вот это вот у нас занимает второе место. Сгущённое молоко. Хотя это тоже написано, что не сгущённое молоко, да, а продукт молочный, сгущённый с сахаром. Но без растительного жира. И первое место, естественно, самое дорогое. Сгущённое молоко занимает. Ничего абсолютно удивительного. А сегодня бонус-треком у нас будет икра трески. Короче говоря, после того, как мы попробовали икру трески, которую купили в светофоре, она оказалась отвратительной. А я до этого икру трески не пробовал. Мне захотелось всё-таки ощутить, как это на вкус, если это нормальный продукт. Вот эту икру я купил, по-моему, что-то за 109 рублей, что ли. Что-то вроде того. Такая маленькая баночка. Ну, да. Вот так вот она выглядит. Это у нас Санта-Бремор, где в Беларуси сделано. Обычно в Беларуси делают всё. Так, да, Республика Беларусь, город Брест, улица Катинбор, 106. Ну, вот такая вот история. Срок годности у нас здесь какой? Срок годности, кстати, небольшой. 18.05.2020 изготовлено, 18.11.2020 срок годности заканчивается. Ну, всё. Будем пробовать. Так, ты пока открывай, я сейчас хлеб достану. О, выглядит как икра. Это же не печень, это же икру. Нет, нет, это крада. Выглядит, конечно, интереснее. То, что мы в прошлый раз пробовали, оно было прям страшное, на мой взгляд. А здесь не страшное. И не жидкое. Ой, пахнет-то как. Прям. Рыбы. Ну, ещё и такой сильный аромат. Так. Да, это уже тоже нюхали-нюхали. Абсолютно не жидкое. То есть даже можно вот так поставить, ничего не вываливать. Я думаю, что можно даже перевернуть, но боюсь, что всё-таки не выдержит. Так, что у нас здесь со вкусом? Ну, внешний вид меня устраивает. Вообще, абсолютно ничем не пугает. О, так что уже плюс. То есть никакой здесь воды нет, ничего нет такого. Нормально. А, что я хотел попробовать. Ту икру, которую мы покупали в Светофоре, икру трясти. Она же у нас ставила во рту просто, и абсолютно там ничего на зубах невозможно было ощутить. Давай попробуем здесь, что у нас. Ну, здесь выглядит, как будто она не растает. Блин. Она даже хрустит, по-моему. Да, она прикольная. Мне нравится. Я даже слышу, как она хрустит. Сиди рядом с тобой. Погоди-ка, я посмотрю, сколько стоило. Та икра. Та икра трясти стоила 32 рубля 70 копеек. Это вот я говорю, что-то 109, по-моему. А может дешевле. Ну, в общем, где-то так. В три раза дороже, скажем так, да? Я с удовольствием заплачу в три раза дороже. Ну, в такой вообще прям уже был. Конечно, это прям приятный продукт. Вот это вот хочется есть. То есть я... Тебе хлеб дать? Давай. Спасибо. Пожалуйста. Я здесь вообще ничего плохого абсолютно не чувствую. Вот это я прям с удовольствием ем. Вот прям с удовольствием. Прикольная штука. Буду покупать. И дальше. Вот это рекомендую. Не дешево, да? Ну, в сравнении с тем, что мы до этого рассматривали. Но, блин. Это удовольствие, ребят? Ммм. Ну, это не чтобы наесть, это чтобы просто вкусно поместь. Побаловать себя. Ой, прикольно. Прикольно. То есть прям вот здесь никаких сомнений. Не... Блин, я не могу ничем передаться. Мне нравится. Там так еще интересно, то что, когда берешь, дно чистое. Угу. Так. Вот так, ребята. Будем закривляться. Потому что начинается дошло у нас. Судя по всему, молнии сверкают. Вот. Ну и нужно нам камеру перенастроить, чтобы снять для вас следующую серию. До следующей серии. До свидания. Чет-хоп, а там как раз место кончилось. Ключа.